здравствуйте меня зовут татьяна и вы на канале вязание хобби сегодня расскажу и покажу как вывязывать пятку бумеранг с клином подъема если говорить об этой пятке нужно отметить то что если не вывязывать клина подъема она будет очень довольно короткая и будет немножко стягивать ногу поэтому для того чтобы более элегантно смотрелся носок и хорошо облегал ногу лучше всего увязывать пятку с клином подъема если вы еще не знакомы с этой пяткой или не знаете как повязывать посмотрите это видео и я надеюсь вам станет все понятно приятного просмотра вывязываем пятку бумеранг с клином подъема она отличается от простой пятки бумеранг несколькими этапами первую очередь хочу заметить то что петли мы расположили по-другому вот смотрите у нас шла четвертая спица и затем первое и вот у нас соединяем на одной спице половина петель 4 1 спицы у меня здесь 36 петель значит на одной спице у меня 18 петель если говорить про пятку бумеранг с клином подъема она отличается как я уже сказал от простой классической пятки бумеранг тем что перед началом увязывания самой пятки мы должны связать небольшое количество рядов какое именно это количество рядов должно быть составляет третью часть от количества петель на одной спицы у нас всего 36 петель на одной спице у нас 18 значит третья часть это у нас получается 6 рядов то есть мы сейчас высоту должны провязать 6 рядов и тогда мы с вами будем приступать непосредственно пятки то есть дальше у нас будет идти пятка бумеранг вяжем 6 рядов поворотными рядами сначала лицевыми развернемся пройдемся изнаночными и опять таким же самым способом первую кромочную мы будем снимать последнюю провязывать небольшое уточнение я сейчас поменяла размеры спиц точнее одно так левая спица у нас было три с половиной при круговом вязание брала на пол размера меньше чтобы было удобнее вязать сейчас у нас будут поворотные ряды поэтому я поменяла спицу такого же самого размера как и правая рабочая спица если вы вяжете прямыми и поворотными рядами на изнаночной стороне провязывайте очень тесно чтобы петельки плотно прилегали к спице так если вы этого не будете делать у вас под расстояние между рядами увеличиваться вот я уже провязала 6 рядов прямыми и поворотными рядами так высоту как я уже сказала вот у нас высоту я провязала 6 рядов сейчас второй этап данной данной пятки мы с вами будем провязывать непосредственно саму пятку то есть будем формировать пятку бумеранг будем формировать с вами простую классическую убавками то есть мы будем довязывать до конца ряд не довязывая двух петелек мы с вами будем делать у бабочку вправо вот эти вот две петельки мы с вами будем убавлять за передние стеночки вправо в изнаночных рядах будет та же самая картина вот вы провяжите до конца изнаночный ряд и вы будете тоже самое делать убавку то есть вы будете провязывать вот отсюда точнее и сюда и опять же вас плоту бабочка вправо то есть независимо вас будет лицевой ряд или изнаночный в конце каждого ряда две последние петельки вы провязываете лицевой за передние стенки и это будет идти убавка вправо я довяжу до конца ряда и покажу как это делается остаются две петельки мы с вами их провязываем за передние стенки вот таким образом лицевой петлей независимо в каком ряду мы будем провязывать всегда с этой стороны убавка будет у нас вправо вот мы провязали ее вот у нас одна первая убавка вправо это у нас идет первый ряд пятки бумеранг дальше разворачиваем вязание на изнаночную сторону сейчас мы опять с вами провязываем первую кромочную снимаем провязываем полностью подтягиваем вязание на изнаночной стороне туго вяжите чтобы не было дорожек они могут возникнуть вот не очень красиво расстояние между рядами может получиться довольно таки ну скажем побольше поэтому будет видно вытянуты такие некрасивый ряд на лицевой стороне так сейчас я довяжу до последних двух петель в конце ряда и мы с вами провяжем убавку опять с наклоном вправо вот у нас изнаночная сторона но все равно был провязывать за 2 петельки убавку вправо вот она убавка вправо формируется это у бабочка вот она идет вправо независимо от того какой ряд и таким образом мы с вами будем делать до тех пор пока у нас по центру не останется смотрите у нас было всего 18 петель естественно мы ровненько можем поделиться на три части здесь 6 петель здесь 6 и здесь и по центру когда у нас останется 6 петель то есть вот эти вот у бабочки мы делаем вот убавки так и у нас получится вот такой вот клин не клин а такая вот трапеция и у нас когда останется на спице 6 петель центральных мы с вами тогда встретимся еще важно такой момент замечание про первую кромочную мы должны правильно снять смотрите если мы сейчас вот таким образом снимем у нас будет что-то перекручено и будет некрасиво значит мы должны снимать каким образом ниточка у нас получается идти идет перед вязанием перед работой и мы снимаем вот таким образом то есть она как бы у нас даже просится вот сюда так еще раз я вам покажу мы снимаем смотрите вот у нас идет вязание это вот рабу нитку мы сюда подтягиваем скажем так отводим перед вязание перед работой и спицу вводим в первую кромочную снимаем и у нас аккуратненько получается вот это вот косичка про которую я вам говорила когда формируется формируются ряды каждая косичка обозначает это два провязанных ряда поворотных вот у нас на спицах осталось 6 петель что мы с вами сделали смотрите у нас было 18 петель 6 у бабочек мы с вами сделали с двух сторон и вот эти вот 6 петель получаются эти центральных вот они у нас сейчас так это первая часть работы то есть это у нас убавки дальше у нас идет вот мы здесь сейчас мы сейчас должны привязать один ряд лицевым вот у нас пойдет лицевой ряд и дальше мы будем с вами добирать петель и сколько убавок у нас было столько у бабочек мы с вами должны столько и прибавок будет то есть 6 у нас было убавок убавки и сейчас у нас будут прибавки прибавки тоже у нас будет 6 петель причем с двух сторон и когда у нас получится на спице 1 18 петель половина петель вот тогда у нас будет пяточка полностью сформулирована то есть мы с вами ее полностью свяжем это у нас будет уже вторая часть работы первая часть работы это у нас убавки а вторая часть работы это прибавки прибавляем следующим образом вот провязываем с вами сейчас вот этот вот ряд первый лицевой у нас он идет если говорить про взрослые носки нужно заметить заметить то что можно провязать даже и два ряда во взрослых носках в детской достаточно одного снимаем первую кромочную затем провязываем лицевыми последним мы тоже провязываем и начинаем добирать петель а 6 убавок вот 6 убавок и этих вот двойных косичек у нас тоже должно быть 6 1 2 3 4 5 6 вот у нас 6 вот этих вот косичек и за эти две косички мы с вами будем сейчас прибавлять петли вот у нас идет 1 вот видите она вот эти вот первая и вторая они даже видны и мы с вами будем провязывать лицевой прибавляем на лицевой стороне именно лицевой вот так как я вам сейчас показала лицевой за две стеночки разворачиваем вязание и дальше мы провязываем изнаночный ряд провязываем более тесно чтобы у нас не было такой никакого такого скажем промежутка между рядами и здесь мы будем забирать уже петли изнаночными так смотрите внимательно не ошибитесь вот у нас идет косичка и у нас вот это вот ниточка отсюда идет значит мы будем забирать петельку вот отсюда то есть именно со следующей косички видите это уже у нас есть заводим спицу назад подхватом вот эти вот две стеночки и провязываем изнаночные вот таким образом и опять разворачиваем вязание это у нас уже лицевая сторона первую кромочную мы снимаем снимаем правильно смотрите чтобы у нас они были правильно повернуты и и дальше вяжем лицевой ряд и в лицевом ряду мы делаем как я уже говорила прибавку лицевой петлей за две стенки сейчас еще раз покажу так вот у нас идет эта косичка и вот смотрите внимательно не ошибитесь два раза вы не должны сюда попасть вот у нас уже было при бабочка видите мы вот эту вот ниточку она уже идет отсюда значит мы должны прибавить именно вот отсюда естественно лицевой петлей раз у нас лицевая сторона развернется вязание таким образом вы будете провязывать до тех пор пока у вас на спицы не будет уже 18 петель те же самые то есть половина количество петель и тогда мы с вами встретимся смотрите на изнаночной стороне тоже самое не ошибитесь куда вам прибавлять где в каком месте так вот у нас если посмотреть видите вот это вот уже была при бабочка то есть мы получается вот она сейчас возьму другую спицу у нас получается вот это место мы уже не должны попасть потому что у нас уже было вот это вот прибавка вот видите она уже есть на другой стороне вот она видна вот это вот при бабочка потому что если вы провяжите два раза в одном месте вот конечно не красиво естественно вот заметно что выполнена пятка бумеранг неправильным способом неправильно значит вот это вот мы провязали мы берем вот это вот следующие две стеночки так нету а вот эту подхватываем их и вот таким образом мы будем провязывать изнаночной петлей и подтягиваем обязательно подтягивайте свое вязание чтобы не было никаких дырочек и так провязана вторая часть работы пятки бумеранг то есть у нас шли при бабочки вот вот эти вот 6 прибавок мы с вами уже сделали и таким образом вот сейчас у нас выглядит пятка это у нас были прибавки на той стороне были убавки так вот таким образом они выглядят то есть идет по диагонали и вот это вот один ряд лицевой который шел после убавок мы с вами уже добрали петельки опять у нас на спице 18 петель 2 4 6 8 10 12 14 16 18 обязательно нужно пересчитать чтобы количество количество петель совпадалось с количеством на верхней спице и смотрите почему у нас такой вот отказался промежуток потому что это у нас была высота небольшая которую мы с вами провязали после манжета и пагалинка 6 рядов это у нас третья часть составляла от количества петель на одной спице 18 разделить на 36 рядов мы с вами провязали так и сейчас естественно у нас остается последний процесс работы это добирать петельки по боковым краям стенки пятки поэтому мы сейчас вот здесь в лицевой стороне начинаем с лицевого ряда так мы с вами будем провязывать лицевой ряд 1 затем будем делать при бабочки вот по этим боковым косичкам раз у нас было 6 рядов значит у нас будет 33 вот эти вот боковые косички и за эти боковые косички мы с вами будем добирать петельки точно так же как и делали в пятки самой вот здесь вот вот здесь вот здесь вот так здесь три петельки доберем вот здесь еще раз покажу за две дужки вот здесь и здесь с другой стороны провяжите верхнюю часть носка и затем будем прибавлять по этой стороне опять же смотрите у нас должны быть тоже три косички как за какие дужки мы с вами будем их брать провязывать вот эту вот следовательно вот эту и еще она у нас будет вот это три тушечки раз у нас было 6 боковых рядов и тогда когда доберем петли естественно делают уже делаются уже убавки то есть вот эти вот петли они окажутся окажутся лишними здесь у нас 18 здесь 18 три петли доберем по одной стороне по другой значит три убавки у нас год с одной и с другой стороны в клине подъема если сравнивать пятку без клина подъема так вот смотрите это у нас носок без клина подъема у нас просто идет сразу бумеранг то вот этой вот части там не провязана естественно никаких боковых петель лишних у нас нет и следовательно получается что на спицы после того как вывязали пятку бумеранг остается одинаковое количество петель вот этой вот части нету как я сказала и сразу же идет вязание по кругу без никаких лишних убавок а в этой в этом носке у нас есть клин подъема вот это вот часть которая у нас она показывает то что у нас клин подъема есть ему по формировать после того как наберем эти петельки мы с вами встретимся высота пятки в рядах в рядах вот у нас сколько здесь провязано составляет третью две трети от количества на одной спице у нас 18 петель вот значит 12 рядов вот высота самой пяточки значит пятка получается у нас вместе вот с этой вот провязанными рядами здесь у нас 6 дальше у нас идет 12 и всего у нас высота получилось 18 рядов так вот у нас вывязана пятка бумеранг мы набрали дополнительные ряды для того чтобы у нас сформировался дальше клин подъема так и сейчас мы с вами будем набирать петли по краям вот этих вот дополнительных рядов за две стеночки лицевой у нас их всего шесть поэтому будут три дополнительные петли которые мы с вами будем дальше когда провяжем еще один ряд по кругу мы их будем убавлять вот у нас получается эти три петли которые мы с вами сейчас взяли добрали мы потом их будем убавлять и так будет формироваться клин подъема так довязали мы вверх сейчас смотрите у нас опять уйдут вот эти ряды дополнительные которые мы с вами провязывали и вот за эти стеночки мы с вами будем сейчас набирать 3 дополнительно петли у нас было 6 рядов провязанных дополнительно значит будут три петельки из этих вот 2 2 кромочных так я имею ввиду две стеночки вот эти набираем лицевой и провязываем за эти две стеночки набираем петельки только подтягиваем и таким образом у нас будет формироваться клин подъема то есть мы уже набрали по три петельки и сейчас у нас будет клин подъема формироваться следующий круг следующий ряд мы с вами был провязывать полностью лицевыми без прибавок так выглядит пятка у нас когда мы с вами вывязали пятку бумеранг добрали петельки вот эти вот которые с провязывали дополнительные ряды у нас получилось 3 и сейчас мы будем делать убавки по кругу мы провязали уже один ряд а сейчас вам делать убавки делается следующим образом провязываем за две передние стенки лицевой подтянуть когда мы провяжем вверх вот здесь вот после маркера я вам покажу как провязывается убавка влево уже первую петельку мы снимаем вторую провязываем и вот эту петельку набрасываем на следующую это у нас убавка влево таких у бабочки у нас будет три единственное что мы будем делать эти убавки через каждый ряд 2 то есть через один ряд 1 ряд с убавками 2 ряд без убавок опять один раз с убавками 2 ряд без убавок то есть мы вот эти вот три лишние петли которые набрали они у нас лишние у нас должно остаться здесь было 36 петель и здесь на ступне тоже должно остаться 36 петель дальше провязываем самостоятельно вот таким образом выглядит у нас пятка с клином подъема дальше формируется уже стопа и мысок у нас на спицах уже по 18 петель то есть вот здесь у нас 18 петель и на другой спице у нас 18 петель